Про таких, как он, говорят, кремень, а не человек. Его регалий не перечесть, наград и званий не сосчитать. В областном лицее Аркадия Моисеевича Бляхера называют человеком-легендой, человеком уникальным и исключительным, примером мужества и силы. Встретиться с живой легендой пришли не только лицеисты, но и учащиеся второй гимназии. Вечер с участником суровых военных будней Сталинградской битвы можно назвать доброй традицией. Каждый раз мероприятие проходит по-особенному трогательно, душевно и со слезами на глазах. В торжественный вечер в честь 95-летия участника Сталинградской битвы и битвы за Берлин заслуженного журналиста Беларуси Аркадия Бляхера вспоминали великое сражение Великой Отечественной войны. 2 февраля будет отмечаться 75-летие со дня победы под Сталинградом, которое стало началом коренного перелома хода войны. По кровопролитности битва превзошла все предшествующие ей сражения. Участники боевых действий вспоминают, горели даже воздух и вода, плавился металл, а люди, люди стояли насмерть. В величайшем сражении решалась судьба не только советского народа, но и всего человечества. Если бы мне сейчас сделали рентгеновский снимок сердца, то там обнаружили бы слово «Сталинград». В Сталинграде я учился в училище, в Сталинграде я принял первый бой, в Сталинграде я был тяжело ранен. Аркадий Моисеевич дошел до Рейхстага и вместе с однополчанами расписался на нем. Это самые яркие воспоминания героя, а самые горькие – начало войны. 21 июня у талантливого 20-летнего юноши был выпускной, а уже завтра была война. Он, как сейчас, помнит, как диктор объявил по репродуктору, что будет передано важное сообщение. Оно оказалось трагическим. Это было выступление Молотова о начале войны. После школьного огненного вальса я очутился в пламени войны. Поэтому я вам хочу пожелать, чтобы вы о войне знали только из рассказов ветерана, из кинофильмов, из книг. На праздничном вечере звучали любимые песни ветерана и слова искренних поздравлений и пожеланий от всех, кто пришел разделить значимый юбилей в век без пяти. Неожиданным и приятным сюрпризом стало видеопоздравление из Санкт-Петербурга. Ветеранов поздравляли учащиеся экономического лицея номер 373. Но самым трогательным и запоминающимся аккордом мероприятия стал видеоподарок из Америки от сына Александра. Подвиги Аркадия Бляхера не забыты, а его жизни знают не только в Бресте. Им гордятся и ставят в пример. Такие встречи, они очень знаковые для нашего и лицея, и для человека, который у нас сегодня был. Потому что Аркадий Моисеевич – это очень знаковая личность. И когда он пришел, создалась сразу такая атмосфера, атмосфера праздника. Когда он рассказывал и свою историю, и делился ей с нами, и хотелось и слушать, и слышать его. Сегодняшняя встреча, она, если честно, вообще уникальная, поскольку образовалась очень душевная, очень домашняя атмосфера, которая проникла в сердце каждого ученика, каждого человека, находящегося в этом зале. И это еще раз доказало, насколько важно ценить и уважать подвиги наших дедов, прадедов. Сегодня в Бресте проживает 290 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 190 – участники боевых действий. Для сохранения народной памяти очень важно, чтобы о великом подвиге народа-победителя знала молодежь. Брестская молодежь знает, Брестская молодежь не забудет. Подобные мероприятия, безусловно, бесценны для формирования патриотизма у молодежи, формирования просто умения жить, радоваться каждому мгновению жизни, потому что Аркадий Моисеевич – это для всех нас, и для педагогов, и учащихся гимназии, и лицея, просто пример не только воина, патриота, гражданина, но и пример жизнерадостного человека, человек, который ценит, для которого бесценна сама жизнь и каждое мгновение. Не ожидал, что такая встреча будет. Я думал, что просто, значит, ну, поздравят на этом дело и гонят. Но это продумано так трогательно, что оно запомнится на всю оставшуюся жизнь. Хочу выставить оценку за это мероприятие по десятибальной системе 11.